В соцсетях мусульмане выражают гнев и недовольство по поводу посещения города Пророка, Медины, делегации из немусульманской страны. Запретную территорию посетила министр по делам женщин, детей и меньшинств Индии, индуистка по вероисповеданию Смрити Зубин Ирани, вместе с другими чиновниками. Делегация побывала в мечети Пророка, на горе Ухуд и в мечети Куба. Смрити Ирани в ходе своего визита в Медину пообщалась с представителями индийской диаспоры, в частности с работниками святых мест, а также побеседовала с паломниками из Индии, совершающими умру. Во время посещения Медины индийская гостья не соблюдала элементарные условия формы одежды мусульманки. Она была одета в сари и без головного убора. До недавнего времени немусульманам было категорически запрещено посещать Мекку и Медину. Пересматривать этот и другие запреты начали с приходом к власти саудовского принца Мухаммада бин Салмана, который фактически является правителем в стране. Почему для немусульман был установлен запрет для посещения Мекки и Медины? На этот вопрос ответил известный мусульманский проповедник Закир Найк. Ответ на этот вопрос будет следующим. В каждой стране есть территории, которые называются закрытые, охраняемые зоны. Это места, куда имеют доступ только военные и лица, обеспечивающие безопасность государства. Несмотря на то, что я гражданин Индии, мне не разрешат войти в эту зону в этой стране. Также я не могу предъявить какие-либо претензии. Это невозможно. Только определенные люди, занимающиеся безопасностью и защитой страны, имеют доступ к этим местам. Точно так же Мекка и Медина являются заповедными территориями ислама. И поэтому только тот, кто придерживается ислама, любит его и готов пожертвовать всем ради него, имеет разрешение войти в Мекку и Медину. Об этом Всевышний Аллах сказал в Коране. И пусть они не приближаются к заповедной мечети после этого их года. Если Всевышний что-то запрещает, мы соблюдаем этот запрет. Когда ты собираешься поехать в какую-то страну, ты должен сначала получить визу. Виза для посещения Мекки и Медины – это слова нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад посланник Аллаха. Ссылка под видео.